в тех проектах, в которых, возможно, это было бы неожиданно. Итак, где же можно применить симфонию? Ну, как самое стандартное представление, это сайты, порталы и магазины. Кроме того, симфонию можно применять в автоматизации производства, то есть управление клиентами, управление заказами, управление транзакциями. Это все те системы, которые обычно называют интерпрайзом, но на самом деле они ничем не отличаются. И современный уровень развития PHP и фреймворков под PHP, в принципе, позволяет разрабатывать такие же самые системы. Следующий вариант – это удаленное управление, то есть если у вас есть какое-нибудь оборудование, которое стоит, какой-нибудь сервер. Например, у нас был проект, в котором телевизионный канал организовывал видео-чатт, ну, вот там, где отправь смс, то ты увидишь это на телевизоре. Так вот, управление всем этим делом было сделано комплексное, и был написан скрипт на питоне, который общался с одной стороны сервером, но с другой стороны вся обработка всех входящих сообщений, вся модерация и передача данных этому приложению и этому серверу была сделана на симфонии, причем еще на самой первой, которая 1.0. И, в общем-то, оно совершенно замечательно работало. Еще одна область применения – это именно мобильные приложения, то, о чем мы сегодня с вами поговорим. Но, в принципе, естественно, могут быть совершенно разные другие. То есть, еще раз, симфония – это средство для разработки программного обеспечения. Не сайтов, не каких-нибудь веб, а это полноценное программное обеспечение со всеми вытекающими последствиями. Собственно, мобильные приложения. Ну, цель этого такого подраздела – это создать у вас понимание того, а что же это такое, какие они могут быть, и определить, в общем-то, некоторые функциональные требования, которые есть практически в любом мобильном приложении. Ну, начнем с классификации. Во-первых, мобильные приложения могут отличаться по способу монетизации. То есть, это, например, человек платит вам за то, что он берет это приложение в магазине, он платит за то, что он обновляется по какой-нибудь полноценной версии, то есть, если вы изначально представляете какой-нибудь урезанный функционал, или он платит за услуги во время работы, как это в играх и как это во всяких там облачных приложениях сейчас есть. В зависимости от этого у вас будут использоваться разные подходы и разные варианты того, как вы будете обмениваться деньгами, аккаунтом и разные требования, соответственно, к безопасности вашего приложения. Дальше урожения могут отличаться по внешнему виду. И типичными представителями являются использование стандартного для системы вида, то есть, стандартных кнопочек, списков и так далее. Использование чего-нибудь своего, но которое, скажем так, эмулирует стандартный. Ну и, в общем-то, полностью свой графический интерфейс, который чаще всего используется в каких-нибудь играх. Собственно, снова же таки, внешний вид очень сильно влияет на то, какую технологию вы будете использовать, и какие фреймворки, какие библиотеки вам будут доступны. Ну, по смыслу ясно, это могут быть служебные, игровые, финансовые и другие. Достаточно интересным является связь с внешним миром. То есть, приложение может быть без внешнего взаимодействия, приложение может иметь необязательные, то есть, например, какие-нибудь обновления, или там активация, которую необходимо сделать раз в три месяца, или только один раз, но дальше приложение может работать в офлайне. Ну и обязательные, то есть, то без чего, то есть, это те приложения, которые не могут работать без интернет-соединения. У каждого, снова же таки, из этих вариантов по этой классификации будут очень сильно отличаться технологии, ну и дальше я об этом еще расскажу. Собственно, дальше приложение может отличаться по устройствам, на которые оно нацелено. Это может быть ноутбук или планшет. Ну, в принципе, технологии тут будут разные, но идеологически это некое мобильное портативное устройство с достаточно большим экраном, и которое достаточно мощное. Это мобильный телефон, то есть, это с небольшим экраном. И это встроенное правное обеспечение, как, например, сейчас там в телевизоры встраивают, там браузеры и так далее в автомобиле. То есть, это некое, очень специфическое, с какими-то ограниченными функциями. В общем-то, снова же таки, в зависимости от того, на что вы нацелены, вы должны использовать разную архитектуру и, соответственно, использовать разные технологии. Кроме того, если мы будем говорить про какие-нибудь, ну, особенно встроенное программное обеспечение, то вам скорее всего понадобится доступ к платформе, то есть, доступ ко всяким сенсорам, ну, в принципе, там, в телефонах, планшетах тоже, к сенсорам, к GPS-у, к аксилометру и так далее. А это накладывает определенные ограничения. То есть, это стоит учитывать. По целевой аудитории, ну, можно сказать так, это как еще три подразделения. Это по тем, чем занимается человек, по тому, какого он возраста, и по тому, это мужчина или женщина. В принципе, достаточно часто тоже делают разделения, просто из-за особенностей восприятия. Если вы будете разрабатывать программное обеспечение, то, например, говоря об интерфейсе, написанном на Ява-скрипте или написанном на HTML, вы должны задуматься, что если это будет использовать, например, мужчина, тинейджер, то есть, да, какой-то парень, то он, скорее всего, ему будет, наоборот, прикольно и интересно разобраться с кучей фишечек всяких разных, которые могут быть. При этом, если это будет или бизнесмен, или это будет женщина, то, скорее всего, времени и желания разбираться не будет. Это, в общем-то, особенности восприятия. Просто потому, что и тем, и тем нет необходимости знать, как оно работает. Они просто хотят открыть, увидеть и получить результат. Ну, собственно, приложение может отличаться по целевой ОС. Это как полноценные, ну, как я их называю, то есть, десктопные операционки, Windows, Mac, Unix и так далее. Это всякие планшеты, Android, iOS, Windows, Symbian, ну, и мобильные телефоны. И, снова же таки, если говорить про встроенное программное обеспечение, это real-time. Соответственно, для каждой из этих систем вы будете сталкиваться с определенными ограничениями или же, наоборот, дополнительными возможностями, которые у вас есть, которые будут появляться. То есть, если говорить про real-time OS как одну крайность, то там должно быть совершенно четкое время ответа, не может быть никаких зависаний. Поэтому вам лучше будет использовать какие-то более быстрые скрипты, более протестированные и реагировать на простоту, но, допустим, взамен оперативной памяти. Если же говорить, и вот там, как сегодня мы говорили, там 100-200 объектов плюс-минус, вот в таких системах это не прокатит. Но если мы говорим про то, что это операционная система даже для планшетов, то там уже это, со сегодняшним уровнем развития, это будет более просто вот так вот мигрировать от скорости к объему памяти используемого. И, в общем-то, там уже можно использовать другие технологии, какие-то более стандартные библиотеки, которые будут там доступны и так далее. Ну и, собственно, по поводу архитектуры. Ну, основное это клиент, клиент-сервер и сервер, но детально я еще скажу чуть дальше. Ну, вне зависимости от того, что вы используете и на кого нацелено, скорее всего, у вас будут следующие требования в вашем приложении. Это однозначно будет авторизация пользователя. При этом это может быть как локальная авторизация, то есть я запускаю этот планшет, я запускаю это приложение и у меня есть я, есть моя девушка, есть там мои сыновья, дочери и так далее. И все периодически пользуются этим приложением. Соответственно, нужно как-то отличать их друг от друга. Это какого-то рода виджеты, то есть или это будет топ, или это будет контекстная информация, ну, или еще что-нибудь. Это 100% сегодня будет проигрывание медиа, то есть фото, видео, аудио, при этом даже не, точнее, двухнаправленное, и проигрывание отображения его, и закачка обратно. Поэтому, если мы говорим про какие-то быстрые, то есть какие-нибудь, допустим, HD проигрывания, то может возникнуть в некоторых случаях проблем, если вы попытаетесь встроить это в HTML, или если вы попытаетесь как-нибудь на стороне сервера динамически это загружать и подтягивать на ходу. При этом вполне может быть, что решением в данном случае будет, допустим, предварительная загрузка этого контента в это мобильное приложение, и дальше его проигрывание, и при этом никаких тормозов не будет. Ну и, собственно, 100% у вас будет какое-то взаимодействие с сенсорами. При этом по сенсорам, я тут понимаю, и камеру, и микрофоны, то есть, ну все знают, сейчас там у iPhone модная фишка распознавания, управления телефонным голосом, которое, правда, работает пока только в Америке, но в принципе, технологии распознавания голоса, они и в HTML, в пятом предполагаются, и во всяких других, то есть это такая модная фишка, соответственно, надо взаимодействовать с микрофоном. Так же самые всякие там augmented reality совмещенные и так далее, тоже фишка очень сейчас модная, она, в общем-то, развивается. Если вы будете делать приложение, то не забудьте учесть, что если пользователь, вы, например, хотите отобразить, включить камеру, и чтобы пользователь мог обвести там пальцем, например, то, что он хочет там сфотографировать, или выделить, или классно там куда-нибудь, то при этом будет очень желательно еще отобразить ему, а что же именно он там вывел. А вот эта вот отрисовка на том, что отображает камера, она не во всех платформах одинаково легко реализуется. И тут надо будет про это не забывать. Собственно, следующее, это архитектура мобильного приложения, в принципе. И, в общем-то, после этого поговорим о роли симфонии, и где же мы можем использовать симфонию. В общем-то, для начала стоит еще рассказать о том, какие варианты взаимодействия могут быть. Ну, во-первых, это обмен данными. Это семантические данные, то есть это те смысловые данные, ради которых пользователь и работает с нашим приложением. Для какого-нибудь ньюсридера это сами новости, для какого-нибудь шаринга картинок, это, собственно, сами картинки, ну и так далее. Это могут быть служебные данные, которые могут быть мета, то есть, допустим, это просто лог, или это еще что-нибудь, и какие-нибудь критичные, то есть состояние текущего счета пользователя. В зависимости от того, какие вы будете передавать данные, вы особенно будете реагировать, особенно будет важно учитывать протоколы передачи с точки зрения безопасности, то есть использовать HTTPS, если это по HTTPS протоколу, или какие-нибудь другие, и, допустим, использовать или там TCP для установки надежного соединения, или, допустим, какие-нибудь там CHDP, или там оберки над ними, если это менее надежно, и, в общем-то, если потеряется, будет неважно. Обновление. Целью соединения с внешним миром может быть банальное обновление версии, обновление интерфейса компонента, ну и тут я еще расскажу дальше, в зависимости от архитектуры, это может быть сделано или просто, ну, с технической стороны, или сложно и требует дополнительных вмешательств со стороны пользователя. Следующим является обновление кэшу, то есть это синхронизация каких-то данных, которые были сделаны, наработаны во время того, как пользователь находился в оффлайне, с тем, в общем-то, что было изменено на сервере. Ну, и если говорить про распределенные сети, облачные вычисления и всякое такое, что, на мой взгляд, сейчас набирает обороты, это, допустим, оповещение о себе, ну, допустим, если предположить, что у нас есть какое-то приложение, которое, вот, мессенджер, что мы, вот, сойдя вот в эту комнату, можем друг другу отослать сообщение, такой, если я беру дкаст, какой-нибудь чат, то я, как бы, сойдя в комнату, могу запустить это приложение и оно разочлет. Все, вот я здесь есть. А дальше, допустим, сможет сказать, управлять другими приложениями, ну, то есть, какие-то вот такие вот вещи. То есть, это по цели того, что мы, какие данные мы будем передавать. Ну, а теперь, собственно, об архитектуре, их преимуществах и недостатках. Ну, самая простая архитектура и на мобильных приложениях исторически она была первой, это просто клиент. И с его последующим развитием, с некоторым взаимодействием с сервером. То есть, что это могут быть за приложения? Это какие-нибудь игры, какие-нибудь текстовые или фоторедакторы, то есть, те, которые, в принципе, не требуют соединения с интернетом. Если же говорить про клиент-сервер, это, например, то же самое, но только если еще редактор умеет выгрузить вашу фотографию на фейсбук, например. Или, если эта игра периодически выкачивает ваш хайскор на какой-нибудь там сервер и закачивает топскоры другие. Вообще-то, какие преимущества такой архитектуры? Ну, однозначно, это полный доступ к платформенному армию, то есть, полный доступ к платформе. Если вы пишете с использованием родных библиотек, то, естественно, вы сможете получить доступ и к сенсорам, и к камере, и к каким-нибудь USB-портам, выходам и так далее. Второй вариант, точнее, второе преимущество, это то, что пользователь однозначно и бесспорно может работать оффлайн. А для мобильных приложений это очень важно, потому что или я могу находиться в роминге, или я могу заехать в тоннель, или я могу просто, возможно, интернет-трафик для меня стоит слишком дорого, и я хочу делать что-то в оффлайн. Ну, такая архитектура это позволяет сделать. При этом, если говорить про приложение клиент-сервер, то вот серверной частью абсолютно спокойно может являться симфония. Кроме того, если говорить про более широкое применение, точнее, про более широкое понимание слова мобильный, в принципе, совершенно спокойно можно говорить, что есть какой-нибудь робот или какой-нибудь еще кто-то, который обращается за данными, за навигационными данными, за какими-нибудь управляющими сигналами на сервер по HTTP соединению, а в симфонии где-нибудь в админке стоит какой-нибудь редактор того, где администратор выдает и заполняет, куда же ему нужно уехать. То есть, вот такая, на первый взгляд, необычная связка веб-фреймворка, который обычно используется для разработки сайтов и какого-нибудь автономного робота, в принципе, часто не воспринимается вообще, но она действительно возможна и она действительно работает. Но недостатки такого это такой архитектуры, это сложности обновления программного обеспечения. То есть, чаще всего, если у вас есть вот эта программа, то пользователь ее установил, он 20 раз нажал на кнопку «Да, я разрешаю этой программе использовать то-то, 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 да, действительно, я хочу ее установить и так далее». И если вы захотите каким-нибудь образом обновить сам бинарный файл, то мало того, что, скорее всего, этот бинарный файл уже будет запущен и на ходу переписать самого себя будет невозможно, то, если вы пытаетесь использовать какие-нибудь системные сервисы для обновления, скорее всего, пользователю снова же таки надо будет нажать на кнопочку «Да, я хочу обновить, да, действительно, да, я согласен, да, я все это понимаю, все риски». Ну, в некоторых случаях это, в общем-то, даже замечательно, но в некоторых, если у вас часто меняется интерфейс, он какой-нибудь красивенький и все такое, если у вас там какое-нибудь, ну, аякс, допустим, приложения, да, и вы хотите сделать просто там ваш сайт и ваше приложение под мобильное устройство с похожим функционалом, то все-таки писать отдельное клиент-приложение под конкретную платформу, это будет, наверное, все-таки не совсем хороший вариант. Ну, в общем-то, вторая сложность это и второе недостаток, что для каждой платформы вам придется такое приложение написать заново, то есть отдельно под Android, отдельно под iPhone, отдельно под Windows и так далее. В общем-то, следующим вариантом архитектуры является тонкий клиент. В отличие от клиента обработка данных по-молчанию подразумевается на стороне сервера. То есть клиент работает только как ввод-вывод данных от пользователя и к нему. Вся же обработка происходит на стороне сервера, который только отдает эту информацию. Ну, типичным примером является, допустим, просмотр телепередач, где запускается приложение, где слева по центру идет, собственно, сам видеострим, с правой стороны идет списочек тех каналов, которые можно посмотреть. То есть само приложение не выполняет ничего, никакой роли, кроме как отрисовки вот этой вот красивенькой с обрабленными краями окошечка. Все данные, список каналов и так далее с картинками со всеми, оно грузит удаленность сервера. То есть это типичный пример тонкого клиента. В общем-то, плюсы, вы не завязываетесь на конкретную структуру, например, тех каналов, которые есть. Оно у вас каждый раз обновляется, то есть как только пользователь включает, у вас сразу же есть доступ к последним данным. Кроме того, вы можете совершенно спокойно, если вы сделаете каркас этого приложения, допустим, тоже обновляемый, вы можете совершенно спокойно обновить и сам графический интерфейс, и какие-нибудь части компоненты этого ПО, но в частности, потому что, скорее всего, эти все компоненты будут находиться на сервере. И отладив один раз эти компоненты и запустив их на сервере, в общем-то, все клиенты уже будут иметь последнюю версию вашего приложения. Но, естественно, как у всего есть недостатки, и основной недостаток тонкого клиента для мобильных устройств это сильное использование графика. То есть, как я уже говорил, для мобильных устройств это достаточно сильная проблема, достаточно актуальная, потому что, по крайней мере в нашей стране он стоит еще достаточно торго, даже несмотря на все пакеты для предложения от лайфов, от старых и так далее. То есть, если ваше предложение будет каждый раз при включении выкачивать 2-3 мегабайта каких-нибудь данных, то это будет плохо. В общем-то, кроме того, у тонких клиентов часто возникают сложности с доступом к платформе, потому что, если мы говорим, например, по тому, что мы можем написать наш сайт, который просто будет удобненько отображаться красивенько и на айфоне, и на андроидах, и на других, то мы вряд ли сможем работать с GPS, вряд ли мы сможем работать с аксилометром без использования каких-нибудь дополнительных которые я, в принципе, тоже дальше скажу. Ну, достаточно интересным является, это скорее не архитектура, а это тип приложения сервер, ну, это, допустим, DLNA сервер, когда у нас есть наш смартфон, на котором запущены приложения, и все устройства, телевизоры, ноутбуки в сети могут получать к нему доступ. Это, в принципе, тоже мобильное приложение, тоже серверное, и, ну, в принципе, даже что-нибудь подобное можно реализовать на симфонии. И вот, в частности, мы проводили эксперимент по поводу того, а можно ли запустить симфонию на мобильном устройстве. Ну, скажем так, есть веб-сервера, которые можно скомпилировать под Android, на которых есть PHP, и, ну, частично вторая симфония на них запускается. Падает где-то в недрах, честно скажу, не успели до конца разобраться, где именно оно падает, так, чтобы это вот именно продемонстрировать наглядно. В качестве примера приложения запустить на вашем Android веб-сервере, который будет шарить ваши картинки и иметь удобный, всем привычный графический интерфейс, в общем-то, это, в принципе, реализуемо. Вопрос только, что нужно чуть-чуть все-таки поработать и до запуска. Но недостатки это, естественно, сильная нагрузка на устройство. Также, если говорить про распределенные приложения, это вариант клиент-сервер, то есть, когда приложение является одновременно и клиентом, и сервером. Ну, времени осталось немного, поэтому это пропустим. Но, достаточно интересным является расширение этого самого тонкого клиента. Первое расширение это загружаемый пользовательский интерфейс, то есть, например, вы можете загрузить какой-нибудь там JavaScript, если мы говорим все-таки ближе в сторону веба один раз и дальше не обновлять его каждый раз. В принципе, это типичное AJAX-приложение, которое грузит свой интерфейс хитинжды, дальше обновляет только данные. Второй вариант это локальное хранение данных, то есть, когда клиент способен закешировать данные на время сессии или на все время. И это, в принципе, все еще такие приложения являются тонким клиентом, но вот уже с такими вот расширениями. И если говорить про веб, то с HTML5, с всякими разными способами хранения, локального хранения данных на клиенте это, в общем-то, тоже возможно. Работа с платформой. В принципе, можно использовать различные отдельные библиотеки добавочные, которые вам все-таки позволят работать с GPS, аксилометром, камерами и так далее. В большинстве случаев, ну, наверное, если не говорить про Windows 8, то все остальные они позволят вам работать достаточно ограниченно с этими. Но все-таки это уже что-то и уже запустить камеру, сделать снимок и обработать этот снимок потом у вас отослать уже будет вполне возможно. Ну, и всякие облачные зачисления, если вы будете работать с соседями, удаленно обрабатывать эти данные, ну, в общем-то, это тоже возможно. Типичные задачи, которые возникают при написании мобильных приложений, это, ну, то есть их, естественно, есть много, но самое, на которые, мне кажется, стоит обратить внимание, это оптимизация трафика и пуш-сообщение. Оптимизация трафика, в принципе, я сказал, но какие же способы решения? Во-первых, дополнительное сжатие. То есть, если у вас сервер сам не делает какой-нибудь кзип на хттп-запросы, или если вы передаете данные, которые, допустим, по каким-то причинам вы не можете зазиповать автоматически, ну, в общем-то, сделайте это вручную. Это уже может достаточно сократить. Если мы говорим про картинки, то подумайте о том, что можно уменьшить размеры этих самых картинок. Кроме этого, можно кашировать данные и можно генерировать пользовательский интерфейс на стороне клиента. То есть, если вы напишете библиотечку маленькую, какую-нибудь, которая будет, или будете использовать существующую, которая будет генерировать формочку, то вместо того, чтобы передавать Аяксом полностью дик со всей ферсткой внутри, вы можете загрузить JavaScript один раз, который будет уметь по какому-нибудь джейсоновому описанию создавать такую же самую формочку. И это будет с точки зрения трафика намного более оптимально. Если говорить про push-сообщение, то есть всякие реализации нативные для платформы. Можно пробовать удерживать соединение с клиентом открытым все время, но тут возникает вопрос, если мы говорим про веб-сервер, есть тайм-ауты. Поэтому одним из вариантов является эмуляция, когда мы просто очень часто спрашиваем, но тут мы снова-таки вылетаем в проблему оптимизации трафика. Вторым же возможным вариантом является некий такой себе push-агент. То есть, если у вас есть веб-приложение, те данные, которые вы хотите отправить на клиент, скидывают или в базу, или в какой-нибудь конкретной файле. А уже push-агент, который является отдельным приложением, все время запущенным, он умеет держать открытым полностью соединение. С точки зрения интерфейса пользователя, как я говорил, можно пытаться эмулировать, можно пытаться использовать Qt, например, на тех системах, где он есть. При этом в качестве сервера данных использовать Symfony, использовать Web. Можно использовать PhoneGap плюс SensorTouch. PhoneGap позволяет на Яваскрипте одними и тем же способом обращаться к камере и к другим некоторым платформенным фичам, как для Android, iPhone и другим. SensorTouch позволяет эмулировать интерфейс, снова же-таки написав один раз на Яваскрипте, он будет по-разному выглядеть и будет что-то схожим с той платформой, на которой запускается. Абселератор, например, позволяет написать интерфейс на его языке, а дальше сгенерирует это все на конкретный отдельный, ну и, собственно, можно использовать какие-то свои библиотеки рисованные. Времени мало пропустим. В общем-то Symfony. Symfony. Значит, где же все-таки мы можем применять из всего этого разнообразия архитектуры? Ну, во-первых, Symfony может быть члене так. Может ли быть Symfony клиентам? Ну, самый простой ответ, без всяких кораблей на сегодняшний момент нет, но, как я уже говорил, в принципе, Symfony, если чуть-чуть сейчас там еще постараться, я думаю, в ближайшее время это в любом случае будет сделано, то можно будет запустить на телефоне и, в общем-то, она совершенно спокойно может быть таким же самым клиентом для другой Symfony. В случае клиент-сервера и тонкого клиента совершенно спокойно Symfony может быть сервером. В случае сервера клиент и сервера и расширенного тонкого клиента, ну, это то же самое. Если удастся запустить на телефоне, это все возможно. Если не удастся, то Symfony может генерировать какие-нибудь скрипты, но по поводу интерфейсов сейчас я скажу дальше. Что же можно сделать из того, что мы говорили? Авторизацию спокойно, геолокацию в принципе, ну, можно по косвенным признакам, если не использовать именно GPS, да, то есть, но тоже не проблема. Виджеты тоже спокойно. Ну, короче, все, кроме непосредственного работы с платформой. То есть, естественно, из-под Symfony обратиться к какому-нибудь USB или COM порту на устройстве не получится. Вот. Ну, и, в общем-то, какими же интерфейсами может работать, взаимодействовать Symfony с окружающими ее частями в вашем мобильном приложении. во-первых, это тот, который должен был бы быть в интернете всеми любимой и уважаемой REST. То есть, это там, где у нас есть GET, POST, UPDATE и DERIT. То есть, вот такая идеология работы с данными. В принципе, совершенно спокойно, это у Symfony нативная поддержка, настраивается легко ротингом, ну, или есть вот FOS REST бамбл, который позволяет некоторое расширение сделать. Дальше HTML и HTML-часы. То есть, Symfony совершенно спокойно, как в случае с AJAX, может отдавать куски интерфейса для вашего мобильного приложения. Symfony может совершенно спокойно использовать Symfony, может и кажется, совершенно спокойно делать JSON, то есть, генерировать данные в формате JSON, которые на стороне клиента тоже очень легко здесь реализуются. В общем-то, делается это с использованием PHP-библиотек, даже если у вас их нет, там формат очень простой, да, каких-нибудь ваших, скорее всего, простых данных это будет сделать несложно. Кроме того, если у вас все-таки какой-нибудь сложный вариант, сложное взаимодействие, можете использовать нечто вроде RPC или SOAP, то есть, это то, где вы передаете, обмениваетесь запросами и ответами в виде XML. В общем-то, даже если вы не найдете или вам каким-то образом не подойдет существующий, допустим, веб-сервис bundle, который использует extension SOAP PHP-шный, если у вас нету этого extension, то, в принципе, учитывая, что в Symfony есть прямой доступ к объектам request и вы можете формировать response, будет абсолютно непроблематично набросать такую же штуку конкретно для вашего проекта. А учитывая, что на всяких явах и так далее вот эта работа с XML и RPC часто достаточно уже отлажена, то там это возможно будет сгенерировать на стороне Symfony те запросы, которые вы будете, в принципе, тоже можно будет очень просто сделать. Ну и в общем-то относительно новая штука это отдача данных или отдача неких именно частей логики работы приложения. Это когда клиент посылает запрос на сторону сервера, сервер при этом возвращает не HTML, а возвращает JavaScript. И при ответе, при запросе вы указываете, что если JavaScript будет в ответе, то его надо будет запустить и в общем-то таким образом Symfony может совершенно спокойно даже управлять приложением, которое находится на мобильном устройстве. А если ваше приложение на мобильном устройстве имеет некое расширение и доступ к системным библиотекам, то таким образом вы в принципе совершенно спокойно даже можете управлять доступом к платформе и доступом к этим самым сенсорам. Для того, чтобы попытаться как-то посмотреть, как же вся эта теория укладывается на какие-нибудь конкретные примеры, мы выделили вот таких вот четыре примера и попытались подумать, а как же будет именно сделана архитектура и где-то будет Symfony и вообще веб-сервер в этих приложениях. Первое это некое пользовательское приложение, идея которого это при открытии мы видим некие последние снимки, по нажатию на какую-нибудь кнопку или по какому-нибудь жесту открывается камера, где мы можем подвести и выделить желаемый объект и дальше в качестве облачного вычисления это должно отправиться на сервер, который произойдет глубокий анализ этой картинки и отделит фон от того, что варьировал человек. Второе приложение, которое мы хотели, точнее, которое было примером, это админа на мобильном устройстве, то есть если у вас есть ваш сайт, вы просто хотите на мобильном устройстве тоже его администрировать. Третье это статус и логии получения их на мобильном, ну и четвертое это запуск Symfony на устройстве. Что касается этого пользовательского приложения, для андроида если говорить, то достаточно сложно все-таки получить полный доступ к платформе, не используя родного клиента. И если, например, при помощи фронгапа можно написать на Яваскрипте и получить доступ к камере и получить оттуда картинку, то вариант, как я сказал, в то время, как человек будет наводить свою камеру на какой-то объект и будет обводить пальцем нарисовывать на этой картинке что-то, там невозможно. Поэтому для андроида был выбран вариант клиент-сервер, ну и, в общем-то, язык не явно. При этом роль приложения это отрисовка пользовательского интерфейса, работа с камерой, так как я сказал, отрисовка поверх нее и некая предварительная обработка. Ну, роль Symfony 2 это авторизация, полноценная обработка картинки на стороне сервера и хранение собственно тех Дальше это Windows 8. В общем-то, если вы знаете, на Windows 8 есть такая замечательная штука, которая называется Metro Style Applications, которая позволяет нативно работать с платформой, используя JavaScript, HTML и CSS. И в этом варианте мне это очень понравилось, потому что, взяв, в общем-то, уже сверстанный сайт, я просто некоторые блоки как бы перенес в этом Metro App приложение и Metro App приложение получилось таким же самым, как и сайт с внешней точки зрения, но при этом некоторые вот те функции, которые мне нужны были для работы с платформой, при запуске из Metro Style Lab они активировались и, в общем, совершенно спокойно работали. То есть, это получилось просто замечательно, всем рекомендую. В общем-то, роль приложения такая же получилась. Это формирование каркаса пользовательского интерфейса, работа с камерой тоже самое, отрисовка поверх камеры, но все-таки, если мы говорим про сложную обработку картинки, то, например, на Windows 8 можно нативно из JavaScript обращаться к модулям, написанным на C Sharp, поэтому совершенно спокойно можно сделать обработку картинок и там. Но, снова же таки, работать с Symfony нет никаких проблем, и, в общем-то, это и был наш эксперимент, то есть, сайт, написанный на Symfony 2, с которой аяксами позволяет загружать блоки отдельно, отдельно блоки, отдельно виджеты, тоже из-под Windows, что называется, легким движением руки превратился в MetroStyle Up, в общем-то, это очень классно, очень удобно. Что касается админки на мобильном, это тоже тонкий клиент, но с использованием только JavaScript и HTML, то есть, это Sense Touch приложение, такое себе использование Sense Touch фреймворка, потому что, если вы хотите делать админ, наверняка вы не будете привязываться к одному устройству, и наверняка ваши администраторы или модераторы захотят запускать как на мобильном устройстве, так и на планшетах, так и на всем остальном. В общем, поэтому тут, в принципе, совершенно замечательно подходит Sense Touch, который, в принципе, кое-как удобно отрисует, симулирует нативный интерфейс. При этом, естественно, тут не важно, это не бизнесмены, это не какие-то люди, которые заплатили миллионы денег за то, чтобы получить это ваше одно приложение. Если где-то там оно влево-право съедет, это будет, ну, как бы, не столь важно. Естественно, роль приложения, ну, тут даже приложением является, в общем-то, JavaScript, использующий Sense Touch. Это только формирование каркаса пользовательского интерфейса, ну, а все данные и вся остальная их обработка, это, в общем-то, на симфонах. Ну, если вы хотите получать статусы, сделать получение статусов на мобильном, то все-таки придется сделать отдельный клиент, потому что в таком случае вы, скорее всего, захотите запустить приложение где-нибудь в фоне на мобильном устройстве и потом только получать вот как пуш с сообщениями все это дело. Ну, в таком случае все-таки запустить отдельный процесс, отдельное приложение, ну, все-таки надо. И в этом случае тонкий клиент, который просто запустит и, допустим, на фуллскрин откроет окно браузера и, как вот в этом в предыдущем варианте отобразится Sense Touch, тоже совершенно спокойно подходит. Но тут уже язык в зависимости от того вот этого именно приложения под какую платформу вы рассчитываете. Но в таком случае вы можете именно вот этот каркас приложения, он будет минимальный и затраты на разработку его под каждую отдельную платформу будут минимальны. Но сам графический интерфейс, обработка всех виджетов и всего такого совершенно спокойно делаете на симфонии. Ну и, в общем-то, все как обычно. вот то есть возможно использование вот такого вот пуш-агента, который будет запускаться параллельно симфония крутиться, ну а симфония будет ему передавать только те данные, которые нужно отдать клиенту. Ну и, в общем-то, как я уже говорил, можно запустить веб-сервы на мобильном, ну и, например, это шаринг ваших картинок с мобильного телефона или ваших данных. Ну, в принципе, это все. Если есть вопросы... Немножим. Про пуши... Сейчас будет, а где-то. Подождите. Вовремя немножко про пуши. Как-то пошли Node.js. Есть такая замечательная штука связанная с ватсокитриок. Как бы пуш-сервер это работает просто отлично. На самом деле, если тебе не надо рассылать в 7 раз в 5 секунд какие-то уведомления выбирать только тех, у кого есть эти обновления, то, в принципе, в момент подключения клиента к серверу происходит установление соединений через соки. Да. И получается... Один из вариантов... Ну, просто ты как-то не обошел его, не знаю, не использовал или просто не посмотрел. Ну, как бы... Я... Это, в принципе, для меня было известно, поэтому я, как бы, хотел сказать, что больше... То есть, если не позволяю сделать что-то стандартное, как бы, ну... То вот можно использовать. Почему вот Jets, почему не пихать файлы? Ну, как бы, как показала практика, если каждые 5 секунд стучаться к серверу, то это... Нет, это однозначно. Это приводит к полному коллапсу. А в этой... Нет, ну, я же понимаю, то есть... Поэтому я сказал, что если нету стандартных каких-то там нативных, если невозможно запустить вот такой сервер, то... Если у вас есть просто там, ага, какой-нибудь обычный PHP-хостинг, да, там, по варианту визитка, но вам все-таки надо сделать что-то подобное на курсе сообщения, то можно использовать вот те варианты, которые есть. Естественно, если есть приложение там, полноценный сервер, и вы можете его полностью настраивать, то там, в общем-то, полет мыслей может быть. Еще вопрос, ребят. Убежите, пожалуйста, какой объем, скажем так, в приложении для мобильного устройства будет, если приложение написано на сим. Если приложение написано на чем? Я показал сим. Ну, на самом деле, очень зависит от того, какое приложение. В общем случае, если вы будете использовать какой-нибудь Sense Touch, PhoneGap, то оно не будет отличаться от обычного веб-сайта с продвинутыми Аякс-функциями. Поэтому это абсолютно не сложнее, чем это, просто это некий игровой подход, который не все рассматривают, если думают о разработке под мобильные приложения. Ну, собственно, как бы сим. Это, ну, для инвестий в прим. для разработки, для веб-разработки. Я хотел спросить, какая часть, то есть, какой процент, верно, функционал со всего прим. когда, допустим, используется при таком использовании сим. Ну, смотрите, во-первых, я хочу немного, это, возможно, фроливар, но я хочу немного поспорить и сказать, что симфония это не MVC-фреймворк. И вообще, в принципе, эмо там нету как такового без конкретно доктрина. И вы совершенно без модели можете использовать. И даже, если я не ошибаюсь, Хабьен, где-то там в своих блогах это пишут. В своих блогах. Во-вторых, вы можете совершенно спокойно отодрать компоненты от друга, то есть, взять просто отдельные компоненты симфонии, те, которые вам необходимы. И использовать не в той связке, которая по умолчанию предоставляется сэндбоксом, а сделать так, как это вам необходимо. То есть, сношу-таки, симфония и тот код, который есть, это не только MVC-фреймворк. Это код, это заготовки для решения тех проблем, которые у вас есть. И, в общем-то, это основная была, как с моей точки зрения, идеология второй симфонии, то есть, то, что вы можете использовать отдельные банды для отдельных положений, и абсолютно они не связаны и могут быть расстроены. Еще вопросы? Дождь и есть. Дождь и есть.